Она начала сниматься ещё школьницей, но своим первым настоящим фильмом считает комедию «Миллион в брачной корзине». Известность пришла к актрисе после исторической ленты «Приключения Квентина Дорварда» «Стрелка Королёвской гвардии». Вообще ей очень к лицу костюмные и романтические образы. Чего только стоят роли Роксаны и Лолиты в экранизациях пьесы «Сирано де Бержера» и фантастического романа «Ариэль». При этом она любит экспериментировать и всегда очень ответственно подходит к предложенному материалу. Для участия в американском триллере «Бегущий по льду» выучила английский язык, брала уроки фехтования, а в боевике «Крестоносец» выполняла самостоятельно все опасные трюки, после чего даже была принята в ассоциацию каскадёров. Более 20 лет она служит в Театре Моссовета, кроме театральных проектов активно выступает в литературно-музыкальных программах. Тонко чувствует поэзию Ахматовой и Цветаевой. Сегодня моя героиня – заслуженная артистка России Ольга Кабо. Здравствуйте, Ольга! Я очень рада вас видеть. Вы знаете, дорогие и уважаемые телезрители, вот для меня, как для пишущего человека, даже просто побыть рядом с такой красивой женщиной – это не пустые слова, не дурацкий комплимент, а вот просто находиться, да? Это удовольствие. Говорить – это отдельное удовольствие. А вот просто рядом посидеть, понимаете, потому что вы такая для меня, опять же, как для автора, такая воплощённая гармония, Оль. И у меня такой первый вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Ольга Кабо в театре, на сцене, в кино и в семье – это два разных человека? Или это один и тот же человек, но в разных проявлениях? Человек, конечно, один и тот же, только в глобальном смысле слова. Там с гримом, а дома всегда без грима. Всегда без грима. То есть дома я могу быть самой собой, и я очень защищаю это право быть не артисткой Ольгой Кабо, а просто вот мамой, подругой, другом, любимой. А недавно у меня были гастроли в Южную Осетию, этот Схинвал. Я никогда там не была. Вот. Я приехала туда с чеченским спектаклем «В горы за тобой». И мы играем в спектакль, зрители рыдают, артисты рассказывают очень такую душевную историю грустную. И после спектакля выходит министр культуры, такая очень красивая женщина, и говорит, что указом президента Республики Южной Осетии присваиваем звание заслуженной артистки Республики Южной Осетии Ольге Кабо. Ой, я вас поздравляю. Вы говорили как-то, в интервью я читала, что родительская семья, семья мамы и папы, для вас это эталон счастливой жизни семейной. У нас как-то все очень было слажено всегда, очень дружно в семье. До какого-то времени я вообще не знала, что мама и папа, мама и папа с большой буквы могут ссориться. Это всегда были улыбки, всегда были сюрпризы, всегда были праздники. Не стеснялись проявлять какие-то эмоции. Мы могли все-все-все-все-все обсудить. И я знаю, что когда я уже была взрослее, когда у меня были какие-то проблемы, я знала, что после разговора с родителями, меня, знаете, опять по кирпичикам соберут, даже если я разобрана. В том же правильном порядке. Да, и я выпорхну из родительского дома, как счастливый человек, который решил какие-то свои проблемы. Всегда в неожиданных местах я находила какие-то подарочки. Допустим, если это зима, у меня день рождения зимой. В советские времена, понятно, что в магазинах шаром покати. Ничего нет, да. И вот мама приходила с рынка и приносила, допустим, ломтик арбуза, дольку, персик. Ничего себе. Ну, то есть вот в день рождения... Вот она затенется, да. В день рождения у меня была абсолютно палитра лета. И я понимала, что это сказка, это праздник, и что в день рождения обязательно случаются чудеса. Вы что-нибудь знаете о корнях, о бабушках, дедушках? Откуда родом семья? Мамину, маму я очень хорошо знаю, помню. Все мое детство было связано с моей бабушкой Мария Николаевна, мамина мама. Мама родом из Нижнего Тагила. И у бабушки остался там дом в поселке Нево-Шайтанском Алапаевского района Свердловской области. Также у нее был дом в городе Жданове. И мое сказочное лето всегда было разделено на две части. Первую часть я отдыхала на Азовском море, а потом я ехала в деревню, на Урал, и мы собирали с бабушкой грибы, ягоды. В общем, все лето абсолютно я наслаждалась природой в разных ее проявлениях. Я вообще очень хотела вернуться в эту деревню, потому что понятно, что бабушки уже давно нет. Я давно там не была, потому что там никого не осталось. И у меня были гастроли со спектакля «Мастер и Маргарита» как раз в Свердловской области. И мы жили в Екатеринбурге и ездили в разные города. И я увидела в нашем туре Алапаевск. Я попросила своих друзей, мне дали машину, и я приехала в эту деревню, поселок Нево-Шайтанский. Ну помните, как у Льва Александровича Куледжанова был фильм, когда деревья были большие? Я абсолютно перенеслась вот в свое детство, но я не могла понять, почему там все такое маленькое. Вот этот дом, который казался для меня, ну там сруб деревянный, он казался для меня королевским. Печка, помню там обои, вот эти вот деревянные полы, сени. И вдруг я смотрю, какая-то маленькая-маленькая, ну не землянка, конечно, но какая-то избушка, которая вросла в землю. Я стучусь, никто не открывает. Улица пустая, думаю, ну к соседям пойду. Пока шла к соседям, встретила какого-то, ну такого мужчину на веселе, который говорит, что ломилось? Я говорю, да ничего не ломилось. Вот дом, в котором я жила, хотела зайти посмотреть. Это мой дом. Я говорю, ну в гости-то пустите? А к кому? Я говорю, да просто посмотреть. Он говорит, да там овцы живут. Он открыл ворота, и я говорю, а вот здесь вот был сарай, а там был погреб, а тут вот это, это, это. Он говорит, что помнишь все? Я говорю, все помню. Я вдруг смотрю, стена, около которой я спала. Таня, вы себе представить не можете. А бодрные обои, я вижу, что вот эти обои, которые, когда уткнувшись носом в стенку, я засыпаю или там плакала, поссорившись с бабушкой, я видела этот рисунок на обоях. Конечно, вот эти обои здесь, как будто бы с меня шкуру сняли. Я вернулась к самой себе, я вышла из этого дома, прошлась по улице, колодец, из которого я носила, меня бабушка научила носить на коромыслах, да, воду я носила. Значит, я зачерпнула этой воды, она такая же сладкая, такая же вкусная. Я пришла на берег реки, где меня двоюродные братья учили плавать. Мне казалось, что такая река, река, речушка, шайтанка. В общем, такие у меня были воспоминания, это по поводу бабушки. Папиных родителей я не видела, потому что папины родители скончались очень рано, когда он был ещё подростком. Папа родом из Магаданской области, посёлок Ягодное. Ну, понятно, что родители были ссыльными, да, и на поселении они познакомились. И папа родился уже у таких двух состоявшихся взрослых людей, потому что мама по тем временам, в 45-м году, его родила в возрасте, по-моему, 43 года. Когда папа ушёл два года назад, открыли архивы, и он там собирал письма, которые он писал своей маме, и ответы его мамы. Они были, знаете, такие уже пожелтевшие, видимо, папа их давно очень не открывал, перевязанной верёвочкой такой, которая уже еле-еле жила. Истлела, да. Истлела. И вот я видела, сколько нежности было в этих письмах, причём обоюдно, что у папы к маме, когда мама лежала в больнице, а папа рассказывал, что он научился кататься на велосипеде, что мама, держись, вот ты ведёшься в больнице. Вот. И недавно, вот буквально недавно, я очутилась в Магадане. Я не успела доехать до посёлка Ягодное, потому что это 500 километров от Магадана. Но всё равно, мне кажется, я впитывала вот этот воздух, которым дышал папа, когда он был маленький. Маленький, да. Ольга Кабо – фантастическая актриса, потому что она всегда ставит себе задачи, которые нормальный человек или даже нормальный актёр не смог бы выполнить. Ей вдруг захотелось быть примой фламенко. Но не просто фламенко. Мы придумали спектакль «Ванна из лепестков роз», где она танцевала фламенко, где она была актрисой, у которой очень сложная личная жизнь, и она сыграла драму. Ну, не только как актриса, но и через движение, через хореографию. Мало кто это может. Когда она танцевала, умирая, плакали люди в зале. Вот что может Кабо. При этом и лошади, и увлечение другими видами спорта, и без конца истязание, в хорошем смысле, организма, чтобы быть иконой стиля. И у меня очень любопытное наблюдение. Могу сказать, что с возрастом Ольга Кабо становится всё интереснее и интереснее. Не только как актриса, но и как женщина. И ещё, конечно, удивительно, что есть параллельная жизнь Кабо. На неё уже обратили внимание все зрители. Она потрясающе чувствует поэзию. Не просто смысл. Это могут многие. А мелодика стиха, какие-то потаённые смыслы и, самое главное, поток сознания творца, это мало кто может передать. А это дыхание, это чувственность, сенсорика, в конце концов, эротизм. Вот это всё есть в Ольге Кабо. Я знаю, что театр в вашей жизни появился не сразу. У вас было от театра какое-то сильное впечатление? Я росла в Москве, и мама, естественно, водила меня каждый свой выходной в театр, в кино, на выставку, в музей. Со словами «выкатились», мы выкатывались из квартиры и шли навстречу приключениям. Я уже знала, что куда бы меня мама ни привела, значит, дальше будет следовать какое-то продолжение. Ну, значит, если там музей, то какая-то книга. И тут меня мама привела на балет «Снегурочка» в музыкальный театр Станиславского. Станиславского? Я плачу. И мама меня спрашивает, Оленька, что же ты плачешь? Она думала, что я так прониклась вот этой сказкой, переживаниями. Я сказала, мама, я не хочу быть балериной. Вы поняли, что она хочет? Я понимаю, что следующий этап обязательно мне в какую-нибудь балетную академию или в балетную студию отдадут. Ну, отдадут. Но обошлось? В результате у меня-то обошлось. А вот моя Татьяна, дочка, то есть моя мама-внучка, она таки прошла через школу Академии хореографии при Большом театре. Так что всё имело своё продолжение. Но это, конечно, была красивая такая история. Театр я не возненавидела, но никогда не хотела быть актрисой. То есть у меня не было такой мечты. Вот «Снегурочка» и продолжение сказки, понятно. А впечатление своё от собственного первого выхода на сцену вы помните? Я очень долгие годы занималась в Театре юных москвичей, который до сих пор существует во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах. И у меня были прекрасные педагоги. Александр Николаевич Тюкавкин, Татьяна Николаевна Прялкина, Виктор Анатольевич Шендерович, Евгения Васильевна Галкина, которая создала вообще вот этот театральный мир для детей. И из этого театра вышло очень много талантливых людей. Серёжа Никоненко и Наталья Гундарева, Юнбольд Хелькевич, Виктория Толстоганова. То есть мы все в разное время проходили вот эту школу, которая, наверное, научила меня самому главному чему? Тому, что я очень люблю театр. И тому, что я понимаю, что театр, он выше жизни. Что он на пьедестале, так скажем. Не выше, что он на пьедестале. Что вот с замиранием сердца театр, а-а-а, сцена. Сцена же не просто так приподнята над зрительным залом. Потому что зритель должен тоже так, а-а-а, спектакль. Абсолютно точно. Вот это мои такие ощущения. Первый раз, конечно, я вышла на сцену в театре юных москвичей. Я играла маленькую беленькую собачку. В спектакле «До свидания, враг» в постановке Виктора Шендеровича. Это был такой спектакль о бездомных псах. Грустная была история. Ну, естественно, это была проекция на наше общество, на нашу жизнь. Но именно в этом спектакле меня увидела ассистентка режиссера с Одесской киностудии. И магическим образом эта роль, она сыграла такую очень весомую роль в моей судьбе. Всеволод Николаевич Шиловский. Ой. Дело в том, что Оленька, да, в 10 классе, это сеньор из общества. Спектакль был, я его поставил, который шел 7,5 лет в Ростовском театре. И потом на этой базе я снял фильм «Миллионный брачный корзин». И она вошла в этот фильм, это была первая громадная роль. Она столько органично. Я помню, с Лешенькой Яковлевым я им строил первый поцелуй в их жизни на экране, в ролях. Под диктовку. Вот настолько они были еще уникальны. А дальше еще там уже сложные, женские, большие роли и блуждающие звезды, люди и тени. И мне всегда очень хочется, чтобы какой-то режиссер дал ей обязательно в двух апостасях с юмором и с трагедией роль. Потому что в ней есть такой женский темперамент и манкость, у которой, ну, у многих актрис сегодня нет. Спасибо, Всеволод Николаевич. Тоже один из моих учителей. Я всегда строгательно вспоминаю нашу работу в моей профессии «Синьер из общества» в «Миллионе брачной корзине». Когда Всеволод Николаевич мне подарил таких потрясающих киномаму Софико Чурелли, кинопапу Александра Анатольевича Ширвинта, семью Ларису Удовиченко, Николай Гринько, Игорь Богодух, Леша Яковлев, Валентин Никулин. До сих пор чувствую свою вину перед всей съемочной группой. Никогда об этом не говорила. Я ужасно кололась. Когда они вас смешили... Они меня не смешили, они просто талантливо играли. И знаете, Одесса, лето, жара такая, павильон, осветительные диги, это не то, что сейчас. Да-да-да. Светодиоды. Да, светодиоды, да. Это накаляется температура там до 50 градусов, пот, гримеры, мокрая одежда, и всем хочется на волю. Артисты хотят выпить водички, квасу, хотят покурить. А я дубль за дублем колюсь. Причем так колюсь, Тань, что не могу остановиться. Рыдаю, просто рыдаю до слез. Это все Александр Анатольевич Ширвин. Вот вроде, ну, человек, но ничего не играет. Ни одна мышца, ничего не дрогнет на его лице. Я заливаюсь слезами, хохочу. И сначала все над этим смеялись, а потом уже говорили, слушайте, может быть, там луку ели, там какую-то историю расскажите, грустную, чтобы она не смеялась. Но меня все терпели, и до сих пор мы, когда с Александром Анатольевичем встречаемся, он говорит, ну что, дочь, удалась, удалась. Удалась, это правда. Это правда. Чем это Николай Чуловский, конечно, он тоже очень трогательно, вот как он сейчас рассказал про первый поцелуй, и он очень деликатно, знаете, он деликатно делал за меня влюбленную девушку на экране. То есть он хотел, чтобы это было как-то очень так красиво, целомудренно. Увидев эту актрису, ты сразу, это актриса, наверное, это актриса, или это какая-то величина. Это вот, я не знаю, Ермолова, Ронина, красота, терпение, коммуникабельность, теплота, вот, ну не знаю, вот, женские все лучшие качества, которые могут быть, вот это Ольга Кабо. Вот то, что мы работали, получилось так, что один день мы снимались 12 часов с ней вдвоем. Ну, я не знаю, какая актриса бы, вот, не сорвалась бы, ни где-то там не вышла из себя, ни что-то не высказала. То есть это тоже, вот, на самом деле, очень огромное и редкое, на самом деле, качество актрисы, большое уже. От нее идет тепло во всех отношениях. То есть даже не в кадре, то, как бы, она с тобой будет общаться, как бы спокойно говорить о жизни. Это как Никулин сказал, говорит, что такое счастье, у него спросили, да? И он говорит, счастье – это когда ты с радостью идешь из дома на работу, а потом с радостью бежишь домой. Вот такое ощущение, что она, вот, прям вот, не знаю, вот этот объем ее жизни заполнен и в работе, и в жизни, в семье, он вот прям, все там хорошо. Ту-фу-фу, опять же. Я знаю, что вы работали в театре Советской Армии, правильно я говорю, Ольга, да? В театре Российской Армии. В театре Российской Армии. В театре Российской Армии, помимо того, что он такой достаточно знаковый, он еще очень специфический. Там огромная сцена, огромный зрительный зал. Мне кажется, есть артисты, которые с ним, ну, как-то хорошо совмещаются с этим масштабом и с этим пространством. А вы вся такая, как ангел. Тоненькая, легкая, устремленная. Вы себя на этой сцене гигантской этого театра хорошо чувствовали? Танечка, знаете, у меня были прекрасные учителя. Я закончила в ГИК, в мастерскую Бондарчука. И, в принципе, у меня так все было хорошо в кино. Я переходила из фильма в фильм. Была одной из самых снимающихся актрис в советские времена. Вообще успела попасть в этот этап советского кинематографа, когда зрители знали своих артистов лицо, когда продавались календарики. У нас был дома календарь с вашим лицом на стене. И когда закончился год, я не помню, какой это был год, мама не разрешила его снимать. Она как-то ловко отрезала цифры. А Ольга кого у нас осталась? Спасибо большое. У меня было все хорошо в творчестве. И вдруг предложение от Леонида Ефимовича Хейфица, который готовился к постановке спектакля «Маскарад» по пьесе Михаила Юрьевича Лермонтова. И он мне предлагает роль Нины Арбенина должен был исполнять Олег Иванович Борисов, Баранаса Штраль, Людмила Чурсина, неизвестный Борис Плотников, князь Звездич, Александр Домогаров. Вот в такой состав мне было предложено войти. Но я никогда не говорю «нет» в творчестве. Бондарчук меня так научил. Но я испугалась, потому что законы кино так или иначе я уже осваивала потихоньку. А театр, тем более такой огромный, как вы сейчас рассказали, театр армии, было страшно. Но я не из тех, кто сдавался. Я согласилась, но сказала, что, знаете, это первая моя работа в театре. Я готова учиться. Научите меня. Леонид Ефимович был очень такой эмоциональный режиссер. Он хотел страстей, эмоций. Он очень часто пытался как-то вскрыть какой-то там нарыв человеческий, чтобы достичь какого-то результата на сцене. Не всегда я это принимала и понимала, потому что я же оранжерейное растение. Да, растение. Да, я же в любви дома. Оленька, олененочек. В кино. Ну, как-то всё всегда очень гармонично было. А тут меня выворачивали наизнанку, сдирали с меня шкуру и заставляли выкладывать то, что я не хочу выкладывать, потому что это моё личное. Но у меня был прекрасный человек рядом, Олег Иванович Борисов, который как-то очень проникся ко мне и очень меня опекал. После репетиции, когда мне было плохо, когда физически я не могла понять, чего это меня требует. И Олег Иванович меня часто брал за руку, и мы уходили куда-нибудь, там, в укромный уголочек, и он мне рассказывал о своей жизни, о своей работе, о театре. Он же сложный человек тоже был очень, да? Вы знаете, вот он был сложный человек, да, но он какой-то для меня был волшебный человек. Волшебный. Вот он маленький же, я высокая, маленький, хрупкий. И вот он как-то сидел, так вот руки мои возьмёт в свои руки, и мне казалось, что это не маленький Олег Иванович Борисович, а какая-то глыба. Огромный, прекрасный великан. Великан, добрый. Один раз я опоздала на репетицию, он простил меня, второй раз я опоздала на репетицию, прихожу, сидит, другая актриса репетирует, читает. Ещё читка была. Также он меня взял после репетиции за руку, только не так, как обычно подружески, а вот так вот, и так вот прямо из репетиционного зала, говорит, вот так вот роли лишаются Ольга. И я поняла, что опаздывать в театре, это не то, что нельзя, а это дурной тон, это невоспитанность, ты не имеешь права заставлять себя ждать, если особенно крефеи такие собираются на репетиции. Такой урок. И второй уже такой пример у меня за руку взял, и говорит, звук надо веером распределять, Оленька, веером, чтобы с этой стороны, с этой стороны тебя все услышали. Движения не должны быть такие естественные, как перед камерой, они должны быть широкие. Я люблю вас, Ольга! Вот так вот. И я поняла, что театр, это не кино. Меня должно быть видно и слышно. И на первом ряду портера, и на последнем ряду балкона. После этого я перешла в театр имени Масовета, в котором я служу до сих пор. Но я знаю, на какой бы площадке мира я бы не появилась, меня всегда будет видно. И всегда будет слышно. Блеск, блеск. Мина Шацкая. Прямо блеск, вы говорите, Ольга. Во-первых, у нее была мама, которая во главу угла ставила дисциплину. Она отличница во всем. Вот перфекционизм, ответственность. Когда мы куда-то приезжаем, вот любую ситуацию Оля может разрулить мгновенно. При этом очень жесткая она человеку. Очень выносливый человек. И при этом быть таким олененком с распахнутыми глазами и умение очаровать любого человека. Для нее очень важен момент режиссура. Вот тоже то, что она драматическая актриса, то, что она выросла на театре. Ей очень важно, чтобы был мастер, который бы создал вот этот вот уже бриллиант. Ведь она же еще изумительно читает прозу. У нас с ней проект, посвященный Марине Цветаевой, где Ольга читает огромные полотна прозаического текста, воспоминания ядные фрона у матери. И вот она меня удивляет умением и желанием организовывать праздники для своих близких. Даже если она приходит на день рождения, вот она может ко мне прийти, вдруг раздать листочки всем и задать задание, написать там какие-то слова. Вот удивительное умение создать праздник. Это у нее есть. Где же ты песен услыхала? То, что царевича приманит глаза, приоткрыв, сестра спросила. В городе ты совсем не бываешь? У нас поют не такие песни. К самому уху ее склонившись, я прожептала, знаешь, Лена, ведь я сама придумала песню, лучшей которой нет на свете. Ольга, у вас дочка родилась, и вы ушли из театра, правильно я понимаю? Или это не связанные события были? Дочка родилась, я была в декретном отпуске, но на время декретного отпуска я не служила в театре. Для актрисы не служить в театре это возможный вариант жизни? Или вы страдали и мыкались? Ну, в результате, конечно, я поняла, что это невозможный вариант для актрисы. Я очень хотела вернуться, но тогда обстоятельства жизни не сразу позволили мне это сделать, потому что с Танином папой, своим первым супругом, Эдуардом, ну, у нас был такой конфликт интересов, потому что я хотела творить, а он считал, что мое творчество – это семья, дом. На какой-то момент я подумала, что, возможно, он и прав, и родилась Таня, и действительно мне было чем заниматься. Какая еще бы? Но Танечка взрослела, и в какой-то момент я поняла, что все, вот просто погибаю. Ночью вижу страшные ужастики актерские, когда не могу выйти из гримерной, а уже по трансляции звучит, объявляют то, что я должна быть. Бегу по лестнице и понимаю, что лестница меня ведет не туда, куда я должна прийти, а туда. Вдруг, ну, в общем, какие-то такие страшные вещи. Это правда страшные вещи. Это фильм ужасов во сне. Я просыпалась в холодном поту, но, в общем, в какой-то момент я поняла, что я должна вернуться, иначе я просто буду не самой собой. Это был такой сложный для меня поступок, потому что как-то уже было все слажено в личной жизни. Дом, дочь, супруг, путешествия. Ну, я рискнула переступить через вот эти свои, наверное, человеческие даже обязательства, которые я уже сама на себя приняла, и сказала, что вот все, больше нет. И сразу согласилась сниматься в кино. Блудная дочь вернулась на сцену сразу же в кино. На сцену в театр Моссовета, да? Нет, в театр армии. Я вернулась на все свои роли. И причина моего ухода была только одна, что мне предложили роль Роксаны в театре имени Моссовета. Там уже работал и служил Александр Домогаров. Туда как-то меня привела судьба, и Павел Ищихомский сказал мне, что он сразу приглашает меня в труппу театра. Помимо того, что Ольга невероятно красивая женщина, она... И человек-то очень хороший. Правильный человек. Замечательный человек. Обязательный человек. Верный. Насколько я могу судить. Помимо того, что у нас недавно с Олей была премьера, у нас за плечами еще работы, которые были. Открою маленький секрет. Был у нас такой спектакль. В случае убийства набирайте М. Она ввелась на эту роль. А до этого я с Олей Кабо уже вместе играл в спектакле «Сернадо Биржирак». На роли Роксаны в этом спектакле она и пришла в наш театр. То есть я Олю Кабо уже, в принципе, знал, уже не один год я знал. К тому моменту, когда она вошла в спектакль «В случае убийства набирайте М». И когда Оля вошла в спектакль, а мы были там с непрямыми партнерами, то есть я муж, она жена, и я понял, что я совсем не знаю Олю Кабо. Именно в этом спектакле я вдруг увидел ее совершенно другую. Ее можно знать и совершенно не знать. Ее можно открывать. Ей можно удивляться. Это как капелька росы, на которой падает солнечный луч. Капелька росы может искриться так, может искриться иначе, в зависимости от времени, суток, и от того, как солнце светит. И какими лучиками попадает на эту капельку. Хочу спросить о кино. О кино сегодняшнего дня. Вам какие роли интересны, Ольга? Вот сейчас в кино. Недавно у меня стоялась премьера. Сериал называется «Сама виновата». Со знаком вопроса. Трагическая история, которая произошла в 2017 году в маленьком городе Серпухов под Москвой, когда ревнивый муж отрубил своей молодой жене руки из ревности. Мне предложили сняться в роли мамы этой девочки. Сначала я не истыствовала. Я не понимала, зачем в наше такое агрессивное и жесткое время снимать историю о жестокости. Прошло время, и я поехала в Санкт-Петербург и познакомилась с реальной героиней этой истории, с Ритой Грачевой. И с ее мамой Инной. И несколько часов подряд мы просто говорили вообще о жизни, об этой истории, которая произошла в их семье, и что, в принципе, она решила эту историю рассказать миру для того, чтобы помочь решиться проблеме семейного насилия, которая, в общем, серьезная проблема, и не только в нашем обществе, но, наверное, во всем мире. Но когда я встретилась с этими двумя женщинами, я не почувствовала что в нашем разговоре не на секунду, что они ожесточились, что их вот эта вот злость, несправедливость вот их сжигает изнутри, и они не могут радоваться жизни. Наоборот. Передо мной сидели две красивые женщины, одна юная, ее сердце было распахнуто для любви. Она еще раз вышла замуж, Рита. Она родила третьего ребенка. Она счастлива в браке. Она пишет книги, она снималась на телевидении. Она рассказывает эту историю не потому, что ей хочется еще и еще раз проходить эту боль и страдания. Она хочет сказать женщинам, женщины, не терпите. Не надо наступать на мои грабли. Идите, побеждайте, будьте сильными. Вот. Ну и ее мама, соответственно, для меня это великий человек, которая, ну, практически, вот, ну, эту свою дочь, она ее еще раз родила заново. Я когда встретилась с этими женщинами, я приехала в Москву, позвонила Сарику, Андрея Асяну, режиссеру и продюсеру, говорю, Сарик, я знаю, о чем я буду играть в этом фильме. О том, что, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, какими бы жестокими, жесткими, отвратительными, ужасающими они не были, нельзя терять себя. И нужно уметь жить и любить эту жизнь. И этот фильм для меня был таким, ну, важным моментом, потому что, ну, вы понимаете, я как бы в своем возрасте, я его не скрываю, но я не выгляжу на свой возраст. И иногда я прихожу там, ну, общаться с продюсерами, с режиссерами. Ой, ну, она слишком молода. То есть раньше я была слишком красивой. Да, теперь, как бы я думала, все, я сейчас дойду уже до роли комических старух, а мне бы, блин, слишком молода. Молода. Поэтому я рада, что Сарик доверил мне эту роль, потому что она соткана из страданий, из слез, но она такая правдивая, пронзительная, и мне кажется, что мы с артистами попытались донести всю боль вот этих двух чудесных женщин до сердец зрителей. Владислав Ветров. Ой. Оленька, она прирожденная и настоящая вот киножена. Мне не верится, что и в быту вот Оля бывает какой-то раздраженной. Я не знаю, на что она может обижаться. Для меня это просто вот идеальные базовые настройки жены. Конечно, есть некоторые сложности, потому что я, честно говоря, такой разболтанный артист. Я иногда с текстами вольничаю, я иногда что-то такое делаю. Оля настолько дисциплинирована в этом отношении, что диву даешься, диву даешься, ответственный, дисциплинированный человек. Ну и все равно при прочих равных я никогда не поверю, что она умеет скандалить. Я могу подразумевать, что при каких-то условиях ей специально созданных она может быть жесткой, но мне не хочется даже в это верить. Она замечательная, прекрасная артистка, удивительный человек. С ней всегда можно о чем-то говорить совершенно, может быть, даже посторонним. Но ты понимаешь, что никакой критики в твой адрес ты никогда не услышишь. Это всегда какой-то конструктивный, душевный разговор. Про ее красоту я могу сказать только одно. Ходили мифы и легенды, что ее талию можно было обнять вот так вот. Настолько она тонка. Такие актрисы, совмещающие таланты, красоту попадаются крайне редко. И вот этот редкий случай Ольга Кабо. Я хочу спросить о ваших ребятах, о Тане и Викторе. Таня чем занимается? Таня меня не перестает удивлять. Поражать. Поражать. И, в общем, она для меня непредсказуемая абсолютно. Закончив Академию хореографии, балетмейстерский факультет ГИТИСа, поставившая прекрасный балет. Во время пандемии она поняла, что чего-то не хватает в ее жизни. Закончила магистратуру философского и психологического факультета МГУ. Ничего себе. Работает в клинической больнице, в Алексеевской больнице, бывшей Кащенко, клиническим психологом. У нее свои методы диагностики. Она изучает тему суицида, она готовится писать диссертацию, она считает, что суицид не должен присутствовать в жизни. Вдруг Таня для меня она такая глубокая, она такая неравнодушная. А мальчик? А Виктор учится в пятом классе школы-лидер. Растим в нем лидера, победителя, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ему нравится все. Ему нравится спорт, ему нравятся лошади, ему нравится бездельничать, ему нравится рисовать, ему нравится робототехника, ему нравится смотреть в телефон, ему нравится, когда мама рядом. А что вы любите делать, когда вам ничего не нужно делать, Ольга? Берем санки, ледянки, плюшки, одеваемся, идем с Витькой. Как мама говорит, выкатываемся. Выкатываемся. И вот сейчас зима, снег есть, мы катаемся с горок, берем с собой орехи, берем с собой хлеб, кормим белочек, кормим уточек, смеемся, хохочем, играем в снежки. Ну, а вечером приходит наша рафинированная Таня, которая говорит, мама, я принесла бутылочку вина, давайте вместе поужинаем. Витька требует, давайте смотреть фильм. Таня говорит, нет, ведь мы будем смотреть другой фильм. Я говорю, Таня, это же должен быть детский фильм, у нас же семейный просмотр. Говорит, мама, Вите полезно. И, значит, мы сидим, каждый пьет свой напиток, вместе готовим что-то поесть. Вот, ну, если и мама подключается к нашим вот этим вот между собойчикам, то вообще здорово. Спасибо вам большое. Я желаю вам гармонии, в которой бы вам было хорошо. И чтобы все сочеталось, и работа, Танины поиски себя, веселый Витька, который любит кино смотреть, и чтобы мама была рядом. Спасибо большое. Спасибо. Ольга, шутя говорит о том, что она уже в том возрасте, когда давно пора играть роли комических старух. Но я считаю, что она для них все же слишком молода. Причем не только внешне, но и по состоянию души. Оля Кабо в воплощении гармонии, что нам в ней собственно и нравится, за что мы, зрители, ее любим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok